как часто мы задаемся вопросом о бытие так сказать о том что мы с собой носим и DC набор с каждым годом у каждого меняется даже с каждым днем с каждым месяцем там с каждым полугодием кто-то что-то докупает кто-то что-то выкладывает есть очень много вещей которые лежат мертвым грузом в рюкзаке там в сумке в DC наборе в подсумке в каком-то вот многие уже стали задумываться а стоит ли покупать такой большой ассортимент для того чтобы его потом просто куда-нибудь закинуть на полку в частности это касается ножей когда очень много ножей найти идеальный не представляется возможным не представляется возможным найти нож который будет именно на каждый день который будет легким функциональным хорошим всегда острым который будет всегда под рукой это вообще такая несбыточная мечта наверное любого диссишника так вот о чем я это очень много вещей которые просто лежат где-то на полке и которыми мы сейчас не пользуемся дабы оградить вас от покупки ненужного хлама я представлю вам свой топ таких покупок которые как бы они были осознанными они были очень даже востребовательными свое время но сейчас это все ушло в полке первое это клипса клипса которая служит для того чтобы ее повесить на любой викторинокс венкер там ну любой нож любые ключи для кармана клипса да и не спорю она функциональная кому-то она может быть и зайдет но со временем ты начинаешь понимать что ну не такая же большая проблема если нож без клипса вот в любом случае если нож выпадает из кармана нужно подобрать рукой карман а не менять нож или вешать на него какую-то гадость вторая вещь которая такая же по функционалу это мини лобики разного плана такие гвоздодеры карманные которые абсолютно нафиг никому не нужны точно так же как и нож кредитка которым по большому счету ничего не сделаешь а место занимает он прилично в третьем месте хотелось бы задать вам вопрос вот вы покупаете подсумок да какой-то какой-либо там или сишны который стоит хороших денег который сделал он там из какой-нибудь кордуры там или еще и чего-нибудь там такого нейлона какого-то вот который из баллистического там я не знаю какой-нибудь пластика сделанный вот часто вы его с собой таскаете ну первое время да а потом когда наиграетесь для любого такого органайзера можно взять дешевый ашановский какой-нибудь органайзер для утреннего умывания там где-нибудь в поезде который стоит в десятки раз дешевле можно взять пенал на распродаже можно взять вообще детский пенал у ребенка бушный можно взять я не знаю там косметичку из подарочного набора ужины и по функционалу на по своим габаритам она будет лучше надежней и и не будет так жалко задумайтесь и последнее о чем я хотел бы вас предостеречь это от покупки ножа любого ножа прежде чем купить нож на сайте алиэкспресс на каком-то другом сайте возьмите этот нож подержите в руках у товарища у продавца в любом магазине которые разрешат вам взять его и подержать покрутить повертеть 80 процентов того что вы не захотите именно этот нож покупать на сайте алиэкспресс либо на другом каком-то сайте 80 процентов того что вы передумаете и 90 процентов будет того что вы передумаете если вы возьмете у какого-нибудь товарища такой же самый нож для того чтобы поюзать потягать его в течение там недели двух хотя бы определиться действительно ли он вам нужен но в принципе все это мой такой рассказ о том что накипело накипело именно для меня для кого-то накипели какие-то другие штуки кто-то там я не знаю мог купить какой-нибудь эдиси брелок какие-нибудь там эдиси подвесы напишите в комментах своих ненужных покупках можете составить свой топ подпишитесь на канал всем пока